наконец-то в моей коллекции появился вот такой вот кольцевик 5 копеек 1802 года времен правления александра первого чтобы понять ее историческую ценность нам необходимо окануться в эпоху того времени в то время население россии составляло 38 миллионов человек в стране меди было много и она была недорогая поэтому монеты чеканились по 16 рублевой монетной стопе вот именно медные монеты изготавливали в двух городах это в сузуне что в сибири и в екатеринбурге в первом случае буквы монетного двора были изображены на аверсе к м колованская медь под лапами орла а во втором случае на реверсе е м в этом тысяча восемьсот втором году появились первые номиналы 1 2 и 5 копеек позже у них появилось ленговое название кольцевики из-за расположения концентрических колец на реверсе с окантованными точками означающий номинал монеты надо сказать что к 1799 году монетный двор стал ветхим оборудование морально устарело именно поэтому император павел в 1800 году утверждает новый архитектурный проект по строительству нового здания для монетного двора и в 1802 году из англии поступает первое высокотехнологическое оборудование для монетной чеканки заказанное у промышленника мэтью болтона события в мире 1802 года в январе была провозглашена итальянская республика во главе с наполеоном февраль бетховен напишет свою третью симфонию в марте между франц и англии был подписан мирный договор завершающий войну апрель грузия окончательно входит состав российской империи в мае русский физик экспериментатор василий петров заложил начало истории электрической сварки июнь париже был подписан мирный договор между францией и османской империи франция возвращает египет турецкому султану летом 1802 года на карте российской империи появилась черниговской и полтавской губернии в начале сентября в российской империи император первый начал правление с радикальных реформ он издает манифест о создании первых министерств 29 ноября в соединенных штатах америки принята конституция штата агайо запретившая рабство на аверсе вдоль края расположен зубчатый ободок в центре монеты двуглавый орел с поднятыми крыльями увенчаны тремя коронами на груди орла герб москвы с изображением георгия победоноса поражающий копьем дракона в лапах орла скипетр и держава вокруг орла пять концентрических колец с пятью декоративными точками обозначающий номинал реверс вдоль края монеты зубчатый ободок на ободе 5 декоративных точек в верхней части монеты номинал 5 с точкой ниже надпись копеек далее ниже разделительная черта под ней год выпуска 1802 далее обозначение монетного двора е м гурту монетные шнура видны с наклоном вправо однако чтобы не путаться новоделы решили сделать с гладким гуртом хотелось бы добавить в дополнение что в каталоге узденникова существует две разновидности гурта это также с наклоном влево но у него это разновидность 1 и разновидность 2 итак друзья бы еще хотел раз навсегда разъяснить такую вещь как правильно определять наклон шнура мы привыкли смотреть на реверс вот так это реверс вот это аверс и мы часто поворачиваем к себе гуртом вот так но на гурт нужно смотреть вот так вот в данном случае у меня шнур вправо почему даже если мы посмотрим вот так неправильно покажется нам наклон влево поэтому в нашем случае мы видим с вертикального у нас поворот на право вот так если вам мало будет этой информации на самом деле есть еще международная литература который тоже определяет наклон шнура это у нас наклон вправо и наклон влево на гурт нужно смотреть вот так вот техническая информация монеты материал монеты медь масса номинально 51 и 19 грамм может колеблется в пределах полутора грамм и соответственно диаметр тоже колеблется 42 45 миллиметров гурту монеты шнуровидный преимущественно тираж более 12 с половиной миллионов экземпляров большая часть не дошла до нашей дней так как была переплавлена и была перечеканена двор у этой монеты екатеринбургский разновидностей у данной монеты достаточно много но именно екатеринбургского монетного двора есть орел типа а это основная и с орлом типа б но с ошибкой на штемпеле где дата 1800 и . также существует и новоделы каталожные номера вы также можете легко найти в 1802 году в городе санкт-петербург на базаре были следующие цены гречка стоил 1 рубль 10 копеек за пут говядина 4 рубля масло стоило 13 рублей пут сахар 18 рублей за пут пару сапог можно было купить за 15 рублей а вот оклады в городе санкт-петербурге в этом году были следующие простой рабочий мог получать 80 рублей в месяц человек более образованный учитель гимназии мог получать 250 рублей в месяц ну и самое высокое жалование получал министр просвещения это более тысячи рублей в месяц теперь переходим к самому приятному разделу это цена на монету и динамика роста стоимости на дворе у нас значит 2019 год и по каталогу конрос эту монету сейчас можно купить за три с половиной тысячи рублей это где-то 54 доллара ниже строка это вы видите цены пропорционально в других состояниях ну и разумеется существует новодел такой монеты цена на него тоже существует ну и можно купить сейчас где-то за 60 тысяч рублей разумеется существует и цены в слабых этих монет например одна из популярных слабирующих компаний pcgs такую монету можно купить за 55 тысяч как минимум если это новодел то естественно дороже и он стоит в пределах 70 тысяч рублей за монету в слабе отечественной компании недавно просили в пределах 8 тысяч рублей на этом графике показана средняя динамика роста цены этой монеты за последние 10 лет в состоянии xf если сильно придираться то за 10 лет цена выросла в три раза значит далее небольшая историческая справка в советском союзе в нумизматических клубах москвы и в 90 году такую монету можно было купить за 25 советских рублей в состоянии very fine далее в 1992 после распада союза цена на монету стала плавающей поскольку курс доллара тоже сильно колеблился была гиперинфляция и такую монету можно было купить за 200 рублей в состоянии very fine ну и конечно раздел подделки и копии сейчас на алиэкспресс можно без проблем купить вот такую вот копию рынок наводнен такими монетами так что будьте осторожны смотрите в описании когда что-то покупаете то есть вот такая копия она очень низкого качества то есть профессионал всегда видеть что это подделка или просто копия китайская так что будьте внимательны на сегодня у меня все ставьте лайки подписывайтесь комментируйте данное видео задавайте свои вопросы смотрите другие видео и всем пока